Великой Отечественной войне В настоящее время большинство учеников на каникулах, но, как говорится, было бы желание. Почти 40-минутная программа была подготовлена силами всего пяти человек, но при моральной поддержке всего коллектива Детской школы искусств. Вряд ли кого удивило присутствие в этом концерте песен военных лет, но главный вдохновитель и организатор мероприятия Ольга Леонтьева считает, что поэзия, пусть даже посвященная войне, способна передать огромную гамму эмоций, которые должна поддержать самая разножанровая музыка. Это сложно найти ту тональность поэтических чувств, вложенную в музыку. И чтобы музыка была созвучна этим стихам, мы как бы несколько вариантов подбирали. И я надеюсь, что мы попали вот в самую точку. Элегия Жюля Масне сменялась вальсом Эдварда Григо, сонатины Муцино-Клементи и тюдами Карла Черни. И, конечно, как нельзя лучше подчеркнул лиричность стихотворений вальс Евгения Доги из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». Этот концерт не только представление для зрителей, он своеобразная часть образовательного процесса. Несмотря на то, что на дворе лета в детской школе искусств кипит творческая жизнь. Детская школа искусств традиционно ушла на каникулы, поскольку у нас учебный процесс. Но пока наши преподаватели находятся в нашем заведении и не ушли на каникулы, не ушли в отпуск, наши дети прям потоком к нам уйдут на самом деле. И наши преподаватели не отказывают им в еще одном, ну еще одном занятии. Они очень просят, мы всегда рады и ждем все равно, еще какое-то время занимаемся. Евгения Федоровна Анисимова, стихи которой звучали со сцены, жила в горках ленинских с 1959 года. Цикл стихов, посвященных Великой Отечественной войне, был написан в разные годы, но собран в книге, которая вышла в 2015 году, уже после смерти поэтессы. И над всем загадочная вечность, небосвод синей василька, месяц ясновики и беспечный, звездочком подмигивал слегка. Девять музыкальных произведений и двенадцать стихотворений прозвучали сегодня в этом зале. Безупречно подобранное сочетание трогательных строчек и нот никого не оставили равнодушными. Дети играли с энтузиазмом, отлично играли, подъемно было и прекрасно. И если это будет каждый раз, то мы будем просто счастливы за наших детей и за нашу страну. Маленькие артисты, принимавшие участие в концерте, помимо аплодисментов зрителей, получили и небольшие сувениры на память. И Евгения Федоровна, и небольшой сувенир. Вы большие труженики, вы большие молодцы. Спасибо!